Девушки отдыхают 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 Она тоже мурлычет, но чтобы показать свою беззащитность Причину мурлыкания можно узнать по тону Давайте-ка послушаем Грубоватое громкое урчание означает, что кошке очень хорошо Чем громче и грубее мурлычет ваш питомец, тем больше его удовлетворенность происходящим Мягкое урчание на высоких нотках означает просьбу А когда кошка впала в дремоту от ваших ласковых рук Она мурлычет очень тихо, почти не слышно Еще есть мурлыкание приветственное Оно похоже на торжественную речь, которая порой сопровождается грациозной походкой вам навстречу В этом случае кошка абсолютно счастлива Бантик, а Бантик, ты тоже приветственно мурлыкал, да? Но если кошка мурлычет и при этом ведет себя беспокойно Ну там царапается, бегает из стороны в сторону, не ест Следует задуматься Это может означать, что кошка больна и ей требуется незамедлительная ветеринарная помощь Причину мурлыкания кошек до сих пор никто не знает точно Есть теория, что циркуляция крови в сосудах кошки – это причина вибраций в грудной клетке и в горле Эти вибрации отдаются в синусовых пазухах черепа Вот они, посмотрите Вот они В результате чего появляется мурчание Другое предположение – мурлыкань возникает из-за колебаний в легких кошек Но самая распространенная точка зрения гласит Причина мурлыкания в результате ритмичных колебаний в гортане кошки А вот по поводу линьки нет теории и догадок Тут все однозначно Это естественное состояние кошек При котором полностью или частично меняется шерстный покров Причем у кошек может быть не только сезонная линька Животное может менять шерсть на протяжении всего года Вот хорошее сравнение пришло мне в голову Хвойное дерево Оно меняет хвою круглогодично И практически незаметно для нас с вами Так и с кошками Смотрите, вот я причесала бантика И вот сколько шерсти осталось на пуходерке А ведь я очень аккуратно расчесывала Это и есть круглогодичная линька Как я уже говорила Чесать шерсть и периодически мыть своего любимца Обязанность заботливого хозяина А в переходное время года, весной и осенью Когда шерсть, что называется, клоками лезет Пуходерка должна стать вашим лучшим другом Посмотрите, что произойдет с вашим любимцем Если вовремя не вычесать шерсть во время сильной линьки Животное выглядит жалким и незащищенным А теперь, дорогие мои, внимание Если вы заметили, что шерсть у кошки вылезает клочками Это может говорить о перенесенном стрессе Или несбалансированном питании А когда шерсть сыпется Следует проверить питомца на наличии в его организме Болезнетворных микробов или насекомых паразитов Но периодически кошки, да и другие животные Должны линять обязательно Восстанавливать износившиеся ткани кожи И менять шерсть Летом густую, зимнюю А осенью легкую, летнюю Дорогие друзья Бантик просил передать вам огромный привет И отправился отдохнуть А я продолжаю нашу передачу О, друзья Кошачья тема сегодня просто в почете И мне это нравится Я ведь очень люблю кошек Письмо от 10-летней Дарьи Коваленко из Ашхабада Меня порадовало, но немного смутило Ну как это я раньше не догадалась рассказать вам Об одном милом и удивительном зверьке Зачитываю письмо Даше Дорогая Анна Семеновна Манул Это горная дикая кошка Манул хищник Он уже занесен в Красную книгу Потому что он редкое животное Увидите его, большая удача Расскажите, пожалуйста, об этом хищнике Не только расскажу А с удовольствием открою целое дело Которое и назову Дело О Паласовом коте Да-да, именно такое второе имя у Манулла Он получил его в честь немецкого натуралиста Петера Паласа Который первым обнаружил Манулла На побережье Каспийского моря Аж в 18 веке Ну не знаю, как вам А мне не терпится заглянуть в его личное дело Итак, смотрим Имя Манул Фамилия Палласов Семейство Кошачье Постоянное место жительства Центральная и Средняя Азия Южная Закавказья и Западный Иран Монголия и Северо-Запад Китая Длина тела от 52 до 65 сантиметров Вес от 2 до 5 килограммов Характер медлительный Особые приметы Короткие толстые лапы И очень густая шерсть Паласов Кот Как мы с вами знаем из письма Даши Занесен в Красную Книгу России Охота на него запрещена повсеместно Хотя, если бы я создавала эти красные списки То первым же пунктом запретила охоту на всех животных без исключения Ареал Манула местность с континентальным климатом С низкими температурами зимой и невысоким снежным покровом С Манулом можно встретиться, например, в Центральной и Средней Азии Вот здесь От Южного Закавказья и Западного Ирана Вот здесь До Забайкалья, Монголии и Северо-Западного Китая На территории России Манул живет в Восточной и Забайкальской части А также некоторые виды встречаются на Алтае Паласовые коты предпочитают как степные и полупустынные участки Так и межгорные котловины Горы Манул может подниматься на высоту до 4000 метров над уровнем моря Часто поселяется в пустующих норках сурков или лисиц На первый взгляд может показаться, что Манул огромное животное Однако это не так На самом деле Манул это самое мелкое из всех диких кошек на территории нашей страны А вот мех самый пушистый из всех кошачьих Представляете, в одном квадратном сантиметре волосяного покрова спины паласового кота Насчитывается до 9000 волосков длиной в 7 сантиметров Кстати, несмотря на свою неповоротливость, Манул прекрасный охотник Ну, здесь главную роль играет окрас его шерсти Вот камуфляж, так камуфляж А еще прибавьте сюда мягкие бесшумные лапки и точный прыжок Для пищух и других мышевидных грызунов встреча с Манулом может оказаться последним событием в жизни Да, хищник Вот хищник – это четкое и беспрецедентное определение А вот разговаривать Манул не любит Он может издавать лишь хриплое урчание или резкое фырканье В отличие от большинства кошек, Манул не шипит, когда раздражен Он издает резкий пронзительный звук сквозь сомкнутые губы Но даже очень громкий крик Манула похож на лай небольшой собачонки Или на крик совы В последнее время интерес к Манулам сильно возрос Многие мечтают его погладить Ну, еще бы такой пушистик Но как поведет себя паласов кот при встрече с вами? Никто не знает Бывали случаи, что котята сами лезли на колени к людям Но предупреждаю, такое поведение – это скорее исключение, чем правильное Люди много раз пытались одомашнить паласового кота Однако эти попытки заканчивались трагедией Хотя-то умирали еще в младенчестве Даже в зоопарках, где, казалось бы, созданы условия, максимально приближенные к естественным Манулы умирают Самая распространенная причина смерти – это таксоплазмоз Это болезнь, с которой в природе манулы не сталкиваются А в неволе легко заражаются от других кошек И это настоящая беда Ведь численность манулы сегодня сокращается стремительными темпами Так что, дорогие коллеги, давайте будем наслаждаться природой Созерцая, а не вмешиваясь в ее законы И всем от этого будет только польза А время, как это обычно бывает, бежит неумолимо Дело закрыто, и нам приходится прощаться Но ненадолго Всего-то на одну неделю Обязательно пишите мне по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» Анне Семеновне Бабочкиной И, конечно же, не забывайте оставлять свои комментарии на сайте радостьмоя.ру Желаю вам добрых встреч с природой До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин